Привет, это канал I Like Pet и в этом ролике мы расскажем вам про сокола балабана. Длина тела от 47 до 57 см, размах крыльев от 110 до 130 см, вес от 800 до 1300 граммов. Сокол балабан одна из самых крупных и мощных птиц семейства соколинах. Основной ареал ее распространения горы на юге Сибири, Предбайкалье, Севингинская степь, Казахстан, территория Средней и Центральной Азии. Сокол балабан отличается высоким интеллектом. Этот хищник оказывает неоценимую пользу сельскохозяйственным районам, он уничтожает вредных грызунов. У охотников этот сокол высоко ценится в качестве ловчей птицы, в степях и пустынях ему нет равных. Они все разные абсолютно, да, то есть как любое животное, да, они обладают своими характерами. Это в принципе он такой, все балабаны, да, они говорят, что они хитрые. Да, как бы если Сапсан, да, это машина для убийства, возьми Сапсана, натренируй его, он у тебя будет хорошо работать. И эти прошаренные ужасно, очень хитрые, но со временем, конечно, и интеллект, конечно, у них очень много, то есть и развивается с годами. То есть как бы вот сокол балабаны, если, к примеру, брать его, в первый год у нас была радиоуправляемая ворона, то есть, ну, это реально такая ворона, которая на пульте можно было специально для тренировок, то есть чтобы не зависеть от подсадной добычи, да, то есть пускается эта ворона, ну, вот он ее видит, он понимает, что я ем на этой вороне, он начинает ее преследовать, ну, а дальше уже человек имитирует разные там виражи, да, чтобы ему было сложнее ее поймать. Первый год он ни в какую на нее не шел, то есть он на живую ворон, обычную серую, то есть он шел, и то так, и на так, иногда он ему очень не нравился, но если поголодает, пойдет. Вот, на радиоуправляемую ни в какую. После линьки на второй год он просто, как этот, только он видел эту радиоуправляемую ворону, он тут же ломился на нее, тут же ее сшибал, как бы, да, готов был. Что у него в голове переклинило? Непонятно, но, ставим на то, что, да, он повзрослел, то есть в первые годы на чайку ему было неинтересно, охотиться на второй год он уже на чайку пошел, но потом он, скажем так, повредил оперение, и вот после линьки посмотрим, как дальше он будет нас реагировать на чайку и на ворон. Сокол-балабан, исчезающий вид, он занесен в Красную книгу. Сегодня численность популяции этих птиц не превышает 8 тысяч. Содержать сокола-балабана в неволе можно только со специальным разрешением. Уход за этой птицей достаточно сложный, поэтому стать настоящим хозяином сокола-балабана может только подготовленный человек. Любому человеку просто так такую птицу заводить смысла нет никакого. То есть надо очень много, то есть я с коленной охотой занимаюсь 2000 года, то есть еще чуть-чуть будет, дать 20 лет будет, но, то есть, как бы, это сложно. Этим надо действительно заниматься, этому надо очень много времени уделять, то есть это надо ездить в поля, просто так это не попугает, да, это нельзя, просто птицу посадил и держишь ее. То есть сейчас он сидит, да, потому что вот он линяет, вот у него видно новый рост, рост идет пера. Ну, то есть после того, как он его обновит, да, он начнет снова охотиться. Каждый день это занятие, то есть это время, то есть это надо выезжать в поля. То есть здесь нельзя было с ним позаниматься, там, на площадке, там, даже в футбольном поле, это маловато. Птица должна летать, должна ловить, должна работать. То есть, ну, а дальше, да, кормление, то есть нельзя их кормить, там, с магазина, что-то пошел, там, купил, да, то есть это опять же рацион, это и голуби, и перепела, и суточные цыплята, и когда нужно, там, крысы, то есть, ну, то есть это должен быть осознанным подходом к заведению именно такой птицы, да, и завести его можно только по покупке специализированных питомиков, вот у него кольцо на лапе несъемное, вот, что свидетельствует, и документы на него, то есть после чего идут, получается, это разрешение на содержание, то есть просто так, если кто-то там увидел, там, соколенка, да, там его подобрал и посадил себе в комнату, то надо понимать, да, что это статья Уголовного кодекса, да, там, большие штрафы за Красную книгу, а это Сокол Балобан, он занесенный в Красную книгу Российской Федерации, ну, и в приложении СТС, то есть его нельзя, вот, просто так, без правоостанавливающих документов продавать и содержать. Средняя продолжительность жизни сокола Балобана составляет от 18 до 25 лет. О других интересных птицах вы можете узнать на нашем сайте, подписывайтесь, читайте и смотрите нас, мы также представлены в социальных сетях, с вами был ilike.pet, до новых видео!